Многие эксперты считают программу капитальных ремонтов сырой и недоработанной. Уж слишком много вопросов и недопонимания она вызывает. Для того, чтобы ликвидировать очевидные пробелы, Фонд капитальных ремонтов и региональное министерство прислушиваются к мнению Общественного совета. О темах сегодняшнего круглого стола расскажем далее. Большинство жителей области и не знают, что никакого рабства в Фонде капитального ремонта, куда уже с будущего года будут перечисляться наши средства на восстановление домов, нет. Квартиросъемщики до сих пор имеют возможность открыть собственный счет и распоряжаться накопленными средствами. Но для этого опять же нужно провести собрание, составить протокол и по закону ждать несколько лет. Выбирая максимально возможный срок перехода от способа накопления общей котла к специализированному счету, то есть два года, фактически нарушены права граждан на выбор как такового специализированного счета. Потому что период выбора этот совпал с отпусками. Есть регионы, в частности Калининградская область, которым региональным законом определено, что этот срок 6 месяцев. Общественники настаивают на снижении этого срока. Представители регионального фонда, наоборот, за максимальные два года и аргументируют длительную процедуру перехода проверками протоколов и расчетами. Вполне может оказаться, что к тому моменту уже жильцы будут должны общему котлу часть суммы, например, за внеплановый ремонт, да и перераспределить заранее спланированные расходы в короткие сроки будет затруднительно. Региональное министерство ЖКХ предлагает золотую середину – один год. Мы выносим на рассмотрение вопрос уменьшения сроков выхода из общего котла фонда капремонта и перехода на накопление в другом виде на свой персональный счет, если собственники примут такое решение. Сегодня у нас два года в соответствии с ЖКХ, но ЖКХ дает право и уменьшить этот срок по решению субъекта. С 15 января будущего года вступят в силу законодательные изменения, которые позволят вводить специальным счетом управляющим компаниям. По мнению экспертов, придача текущих обязанностей фонда коммунальщикам или собственникам и снижение сроков перехода позволит сократить нагрузку на региональную организацию, которая содержится из бюджетных средств. К тому же в этом случае жильцы могут не ждать накоплений, взять кредит на ремонт и постепенно погашать задолженность. При минимальных взносах этих мы никогда эти средства не накопим. С учетом политики, которую проводит непосредственно Министерство ЖКХ Российской Федерации, в основных направлениях является активизация через специализированный счет, накопление средств и взятие в банке кредита под ремонт. Критерий отбора подрядных организаций еще один серьезный вопрос. Кто же будет ремонтировать дома? Как показывает практика, конкурс, чем дешевле, тем лучше, в большинстве случаев себя не оправдывает. Одно из предложений оценивает строителей по критериям профессионализма и опыта работы.